здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился здравствуйте я хочу обратить ваше внимание на вот эту вот красивую идиллию это просто идиллия такая знаете уютная приятная домашняя обстановка семейная армен джигар ханян его супруга и кошечка и с каким умилением смотрит джигар ханян и видно насколько он счастлив вы знаете меня еще я люблю обращать внимание на детали мне понравилось что у них висит здесь видите иконка но тут то есть это говорит что люди ну хоть каким-то образом что-то они считались с богом да вот я не знаю верили не верили но считались с богом раз у армена джигар ханяна дома это было у него же тут не портрет мастера и маргарита как он где я люблю перечитывать а именно иконка так вот вы знаете когда он расстался со своей скажем так женой юность вы знаете что у них детки есть у армена джигар ханян вообще двое детей девочка и мальчик парень уже взрослый мужчина тоже сейчас таких неприятностях перепалки но не будем об этом и так про армена джигар ханяна много чего но это знаете один из моих любимых актеров когда-то он написал а вернее не когда-то он очень часто об этом говорит он как и джулия робертс неосторожно неосторожно начал позволять себе говорить в сторону бога хотя этого вообще делать не надо вообще не надо особенно человеку публичному особенно человеку на которого смотрят миллионы миллионы людей которые восхищались им которые и вот такое нельзя говорить потому что люди сразу ну вот понимаете многие же и хотят похожими быть на него и начинают вот а вот даже армена джигар ханян он вот что сказал вот этого делать нельзя когда он это сказал я думаю ого но вот теперь ведь духовные законы не в радость пойдут что я могла сделать я могла написать только где-то фейсбуке чтобы он все-таки обратил внимание ведь духовные законы они работают не так как земные что о земном думать не надо что мы здесь но должны думать не о земном мы должны думать все-таки о возвышенном и что будет дальше они то что сейчас мы живем сегодняшним днем но мы не живем деньгами и мы не живем материальным все равно мы живем духовно я бы хотела чтобы все мужчины сейчас услышали что очень интересно будет открыть и саю книга и сая вообще уникальная главу 48 стих 18 там такие стихи изумительные в общем то там все понятно что я господь бог твой научающий тебя полезному ведущий тебя по тому пути по которому должна тебе идти если бы ты внимал заповедям моим тогда мир твой был бы как река и правда твоя как волны морские и семя твое это имеется ввиду семя и в прямом и в переносном смысле да было бы как песок и происходящее из чресла твоих как песчинки не изгладились бы не истребилась бы имя его предо мной то есть ты бы размножался радовался процветал и дети твои в радости божили а все почему правильно говорили наши предки страха в тебе божьего нет вот так они нам говорили да ты что бога не боишься и мне не надо бояться бога мне недавно написали я хочу проиллюстрировать всем мужчинам которые смеют своих жен бросать увидев что они уже не мощные что им уже 75 час его супруги и бросать выходить из своей реки идти в чужую реку я хочу чтобы вы знали по законам духовным работает этот мир только по законам духовным не по конституциям не по всяким там сказал и диктатором а только по законам духовным работает этот мир когда я прочитала то интервью 2014 году я взялась за голову я искала я искал я нашла это интервью вот это интервью телевик 2014 год армен борисович если бы у волшебная палочка тогда она у него уже появилась вот это вот девушка уже чтобы вы пожелали что он сказал я выбросил бы ее к чертовой матери в мусорный ящик дальше улыбается а дальше говорит потому что ни на что мне не надо надеяться все надо делать самому меня часто спрашивают верю ли я в бога отвечаю я в нем не нуждаюсь причем смотрите его не спрашивал человек который я не знаю кто там журналист он сам решил вот про это сказать да ему сказали про волшебную палочку а он дальше развил тему и что он стал говорить что все надо делать самому меня часто спрашивают верили я в бога отвечаю я в нем не нуждаюсь и я нуждаюсь в себе своих силах и все что захочу сделаю но сделаю я а не кто-то как писал александр сергеевич я памятник себе воздвиг понимаете я а не группа товарищей после этого он уже не выглядел счастливым вы знаете это же не работает как сразу вот выпустил это в мир во вселенную пошло оно дошло дошло послание это дошло я не хочу рассказывать о тех великих певцах моих любимых которые не успели покаяться но вот потому что их уже нет но армен борисович еще жив он есть дай бог ему здоровья пусть он живет 120 лет пусть он но я очень бы хотела чтобы мой любимый актер покаялся бы и конечно принял бога в свое сердце господь бог он принимает всех и даже и он должен знать армен что он ребенок его божье дитя и господь бог его ждет с распростертыми объятиями если он конечно примет его в сердце свое от души про то что там он ушел к другой женщине то что он сделал давно все написано в библии и слов из песен не выкинешь сейчас мы откроем главу 5 вот она в библии притчи и прочитаем такую вещь притчи глава 5 а то сын мой внимай мудрости моей преклонил ухо твое к разуму моему чтобы за соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания ибо мед источает источает уста чужой жены и мягче елея речь ее но последствия от нее горьки как полынь остры как меч обоюдоостры ноги ее не сходят к смерти стопы ее достигают преисподней если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее то пути ее непостоянны и ты не узнаешь их так и армен не узнал не узнал этих путей истинных ее дальше не делай так и почему чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучить и лю чтобы не насыщались силою твоею чужие труды твои не были для чужого дома именно так и стало все квартиры все деньги все накопления все для чужого дома вот мы видим сына джигар ханяна да он сейчас мучается потому что ну он есть наследник вообще-то и у него еще и дочь есть и вы знаете и все чем занимался отец когда-то и сын ему был в помощь и жена супруга была в помощь даже супругу 75-летнюю она сейчас сидит на этих коробках я посмотрела это так унизительно выгонять она говорит я не пойму мне квартиру и ту разделили пополам и я на коробках мне съезжать надо вот я все представьте какая нервотрепка 75 лет человеку слушала интервью сына джигар ханяна вот он перед вашими глазами такой он рассудительный умный парень такой знаете но он не знает видимо тоже библии папа видно не приучил но я не буду говорить потому что вот все что сказано понимаете а сказано четко здоровье одни отдать другим и лет твоих мучителю чтобы вот они отданы и здоровье и здоровье не только свое но и близких чтобы не насыщались силою твою чужие насыщаются вся сила армена джигар ханяна ушла к другим так написано библия а дальше что написано а дальше написано труды твои не были для чужого дома и труды его стали для чужого дома они для своего вот это результат я хочу чтобы это мужчины все знали что именно так оно заканчивается никак иначе радость вот это вот лилейная по отношению к этим молодым всяким девушкам скажем так мягко выражаясь очень кратковременно очень кратковременно особенно если вы долго собираетесь жить он просто в последнее время стал выглядеть больным и немощным знаете что он написал вот как раз точно идет все как вот хотите смейтесь хотите нет но он рассказал что его супруга ну вот это бывшая вот с которой он сейчас разводился да как ее звали виталина не знаю в общем что она его специально выставляла его больным чтобы захватить театр говорит что она пыталась выставить меня немощным человеком чтобы убрать из моего же театра чтобы протащить сюда свою банду бабочку мамочку подружек и платить им красивую зарплату и делать свои кондовые постановки на уровне детского сада так вот он цитирует да что ну то есть все что он делал все идет в тартаро уже здесь на земле я думаю что нужно пора уже задуматься я очень бы хотела чтоб человек все-таки спас поэтому я говорю вы верите в ад вот в него о нем надо трубить и бога надо бояться надо вот это все так произошло от того от того что не боялись бога понимать доходят до какой-то планки человек и уже он думает что он сам бог да но на самом деле как вот наверное он в своем интервью да это это такое это вообще как можно думать что я сам сюда ничто и вот господь бог щелчком может показать что нет ты себя отдаешь чьи руки в руки сатанинские пожалуйста выбор за тобой или уже бог просто опускает свое руки и дальше работает сатана а вот он на работу вы знаете мне больше нравится вот тут он когда он улыбается когда он жизнерадостный когда он излучает свет и вот со своей бывшей женой которая жалко мне и и конечно тоже жалко вот так вот иногда люди стали старее до духовную реку своим бросают переходят в другую крест и уже получает здесь свой ад в адовый из адовой реки да вот она жизнь знаете нужно иметь мир в сердце человека начинается мир только с бога глобальная реальность которая держит этот мир это бог вот это единственное что есть если есть у человека понимание кто он в этом мире правильная точка зрения на то кем он является что он никакой не бог что он песчинка чистинка что в секунду все рухнет рухнет и все квартиры и все машины и все деньги все рухнет в секунду в момент если ты забылся если ты вознесся как знаете люцифер это он же что же вознесся и в один миг рухнул потому что ему сказали ты что богом решил да тебя кто создал я не хочу говорить о многих великих и в то же время понимаете есть много не спасенных великих моих любимых и певцов том числе вот недавно ушедших и жаль что я не успела до этого сделать эту это видео может быть человек бы услышал опомнился принял бога в сердце покаялся прославлял по каждый день проникался библию не перечитывал бы там что про одиночество перечитывал что там дон кихота перечитывал да у нас что он перечитывал он перечитывал мастер и маргариту не перечитывал бы по много раз и растворялся в библии вот вот в притчах вот этих он бы понимал понимал что будет как будет тут все досконально все вот если изучать библию то там есть все воистину сокровенная книга воистину и вот успеть покаяться принять бога в сердце изменить свою жизнь уже тут на земле но главное попасть вечность наш цель то попасть вечность него это ведь страшное наказание вдумайтесь только когда вам произносит вырок по-украински когда вам произносят вот эту цифру пять лет в суде да там обвинен на пять лет тратата или там 10 лет или 15 лет и люди содрогаются а тут получить вечность адских мук вечность это я не знаю причем начинается эта вечность уже здесь этот ад вот эти суды вот эти вот все адовые кольца проходит который сейчас человек этот а ведь он жил и у него висела посмотрите вот они дома и вот человек этот верил по всей видимости и вот идиллия под этим и все прекрасно вы понимаете у нас есть возможность не получить вот этого вечного приговора это же вечность это приговор на вечное это не такой приговор до 5 лет ты будешь мучиться 10 а потом освоить нет это вечность и бога надо бояться надо пока начал боится бога когда боишься отца то ты его все равно уважаешь понимаете боясь боязнь его рассердить боязнь папу обидеть боясь вот вот такая боязнь трепетная когда боишься тогда получаешь эту духовную силе еще разум этот до которого никто до разума божьего никто никогда не дорастет можете не называть себя что я сам все могу нет никто никогда до этого разума мы своим умишкой не поймем не поймем нам послан христос был потому что предыдущий закон настолько тяжек что всех по камнями уже бы побили всех и человечество просто по не осталось грешен стал стал каждый послан был христос пожалуйста во имя христа омойтесь во имя христа примите покаяние во имя христа научитесь любить во имя христа он нам дан как ходатай посредством которого мы можем очистить грехи свои теперь понимаете раньше ну просто с такими грехами просто физически мы не могли выполнять все заповеди сейчас у нас есть возможность такая 2018 лет как есть у нас теперь такая возможность мы можем быть здоровы мы можем ходить в радости мы можем причащаться мы можем каяться и мы можем нам есть шанс попасть в вечность в райскую но никак не в ад поэтому подражать нужно богу подражать я еще успею если кто-то думает или говорит это не принимается просто не принимается никак я еще успею потому что кто так говорит вот именно тот и не успел вы знаете бог центр вселенной может кому-то это неприятно но я скажу бог центр вселенной бог центр бытия бог центр и смысл всего от него все начиналось от него все есть от него все будет и для него он ради себя это все создавал во имя него вот почему начинайте свой день с прославления во имя бога сейчас вы подумаете ого вот это да она пошла я еще раз хочу сказать все для человека это неправильно это неправильное осуждение ради человека это неправильно это эгоизм не человек центр вселенной все существует ради бога все ради бога существует это единый единый центр это единый владыка это единый Понимаете? Он не президент, его не переизбирают. Он единый. Называйте его как хотите. И всё существует ради его слов, только ради него. Поэтому нужно воздавать «Слава Богу». Я просыпаюсь, я говорю «Слава Богу». И сейчас с вами я говорю «Слава Богу». Если вы во имя его слова живёте, вы также становитесь частичкой его славы. Если вы живёте во имя его славы, вы становитесь частичкой его славы. Ещё раз хочу повторить. Если вы живёте во имя его славы, во имя Божьей славы, вы становитесь частичкой его славы. Я думаю, тогда начинают работать мощно законы духовные в вашей жизни. Потому что из того, что я читала в Библии, я понимаю именно так. Вот тогда начинают мощно работать законы духовные в вашей жизни. И вот мы видим, как они не работают, когда произносят во Вселенную слова противоположные. Как начинают работать другие законы, о которых также написано в Библии. Поэтому вот на таких бы нотках я хотела сказать. И когда мне говорят «счастье», в чём счастье, в чём не счастье. Счастье – это, знаете, не награда за добродетель. Это сама добродетель. Будьте благословенны вы. Не позволяйте греху работать в своей жизни. Не позволяйте греху нагнуть вас. Вы думали, что вы сами, а оказалось, что не вы сами. Оказалось, что какая-то смазливая девчонка смогла перевернуть всё. На самом деле работала-то не она, Армен Борисович. Работали те силы, и не она виновата. Через неё действовали другие духовные силы. Посмотрите, как люди, которые вас окружают, смотрят. Это прямо вообще неприятные люди тоже. Вы понимаете? И вот у него глаза, да, такие плачущие, это совсем не те глаза, которые мы видели, когда он со своей супругой был. Потому что он понимал, куда это всё идёт. Или вот это вот. Это уже не тот Армен Джигарханин. Тут уже он. И начали, он выпустил джина из бутылки. И начали работать именно те силы, которые он призвал, когда давал то интервью. Но я думаю, что каким-то образом до него дойдёт это видео. Я бы очень хотела. И дай Бог, дай Бог, чтобы он успел, чтобы он успел покаяться. Дай Бог. Дай Бог ему здоровья, долгих лет. Да благословит его Бог. Когда он ещё начал о политике рассуждать, о том я уже сразу поняла, что не туда, не туда. Это всё от сатаны. Политика. Бросание жен своих. Это уже всё. Я бы поняла, что это идёт не туда. Если бы его рядом какой-то мудрый священник просветил, вот именно просветил так, как оно по Библии. По Библии, не по канонам, каким-то догматам, догмам непонятно придуман. А вот по Библии открыл и показал бы ему. Вот глава пятая притча. Армен Борисович, проникнитесь. Всё было бы совсем иначе. Будьте благословенны. Вы ваши близкие. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам семейные идиллии. И дай Бог вам славы Божьей. Станьте сами славой Божьей. Частичкой хотя бы её. Слава Богу. Подписывайтесь. Слава Богу.